На качество медицинской помощи не должны влиять ни размер населенного пункта, ни его отдаленность от областного центра. Для этого в Могилевской области созданы межрайонные и межрегиональные центры по оказанию экстренной специализированной помощи. Успевает ли такой территориальный принцип оказания медицинской помощи населению за современными требованиями? Здесь важная составляющая успешной работы – технологическое обновление и квалифицированные кадры. В Горецкой центральной районной больнице в последнее время обновление произошло по обоим направлениям. Доброе утро. Как ваше самочувствие? Все хорошо. Как дела? Яна Городецкая – молодой специалист, врач, акушер-гинеколог. Свою профессию, признается, выбрала по зову сердца, когда сама стала мамой. Молодой врач родом из Горок и распределение получила сюда же. Это так называемый принцип регионального закрепления кадров на малой родине. А когда семья рядом и есть возможность расти профессионально, искать лучшие доли не будешь. Как вот ожидание и реальность того, кем вы хотели быть и вот как сейчас? Я себя ощущаю в своей тарелке. То есть вот это моя профессия, которую я хотела. Во-первых, есть возможность большая для молодых специалистов в плане обучения. Есть лапароскопическая стойка, гистероскопическая стойка, кабинет патологии шейки матки, радионож, которым я уже научилась пользоваться. Обучила меня Ольга Леонидовна Шляхтицева, мой куратор. Также функционирует родильное отделение, в котором я тружусь каждый день. Помогаю появиться на свет маленьких жизней. В прошлом году на свое первое рабочее место в Горецкую центральную больницу пришли 29 молодых специалистов. Из них 15 врачей, в том числе узкие специалисты гинеколог, невролог, офтальмолог. Закрыта потребность учреждения во врачах-педиатрах и анестезиологах-реаниматологах. В этом году здесь ожидают еще 9 врачей и 13 медсестер. И чтобы молодые кадры без проблем вливались в коллектив и в работу, за каждым специалистом закрепляется наставник. Опытный коллега, который поддержит словом и делом. В районе выполняется очень много операций. Плановая кесаревая, экстренная гинекология, плановые гинекологические операции, гистероскопия, лапароскопия. Всему этому надо обучить молодого специалиста. Для этого и необходим наставник. У нас район, поэтому если где-то специалиста нет или он в отпуске, у нас происходит ротация. Она может быть и в гинекологическом отделении работать, и на приеме быть в женской консультации. Абсолютно везде у нас молодой специалист, как универсальный солдат. Умеет все, владеет всем. И вот здесь важны знания, практика и, конечно, современное оборудование. Это тоже значительная часть успеха. С этого года проводят обследование на новом рентгенаппарате. Он заменил отработавшее свой ресурс оборудование. Ежедневно здесь принимают 20-30 человек из Горецкого, а также Дребенского и Мстиславского районов. С аппаратурой нового уровня повезло работать и молодому специалисту Виктории Ткачевой. Девушка освоила рентгенаппарат, теперь учится описывать снимки с маммографа. Оборудование цифровое достаточно хорошее, что очень облегчает нам работу. Скопический аппарат стал намного лучше, то есть больше возможностей, как врачу. Есть маммографическое оборудование. В ближайшее время молодых специалистов отправят на курсы по маммографическому исследованию. Горецкая центральная райбольница является межрайонным центром по акушерской гинекологической помощи, трансфузиологии, гемодиализу. Также на ее базе функционируют межрайонные инфекционные отделения, кардиокабинет, кабинет патологии шейки матки. И здесь тоже важна технологическая начинка. В этом же году еще планируем заменить эндоскопическое оборудование. К нам планируется поставить бронхоскоп, колоноскоп. Кроме этого, моечную дезинфекционную машину для обработки эндоскопического оборудования, шкафы для хранения их. То есть в этом году должно у нас получиться закрытую систему с эндоскопическим оборудованием, и мы будем развивать это направление работы. Ну, самое главное, конечно, это кадры. Это самое ценное, что есть в больнице. Обновление продолжат и в сельской местности. По каждому ФАПу разработан план по устранению недочетов. С обновлением помогают организации района. До конца лета все структурные подразделения райбольницы будут приведены в надлежащее состояние. Бесплатно, доступно и качественно основные принципы оказания медицинской помощи, которых придерживается наше государство.